МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После снегопада... По колено было снегом. По колено еле вели ворота, крылья. Заваленные трассы, частный сектор автомобилей пробиваются через слои снега. Службы постепенно приводят в порядок дороги. Но по прогнозу затишье только временное. Горячий ужин для водителей. В Альметьевске организовали питание для водителей большегрузов. Около 200 фур провели 9 часов на трассе из-за непогоды. Жители пожаловались на разрушающееся здание Дома культуры. Здание рушится. Не дай бог упадет кирпич кому-нибудь на голову. Данный вопрос требует неотлагательного решения. Сход граждан в Лениногорском районе. Какие еще вопросы поднимали сугушлинцы? Собирал помощь для мобилизованных, а в результате присвоил деньги себе. Это материалы очередного дела о коррупции. Действуя избавляющих поражений, забил добровольное желание, оказал помощь в избавляющем шоссе. Преступление обвиняет муниципального служащего, что решит суд. Это новости Юго-Востока. Здравствуйте. В студии Елена Золотарева. Альметьевск приходит в себя после снегопада. Несколько дней его и другие города Юго-Востока заметала метель. Дорожники не везде успевали своевременно очистить шоссе, образовывались заторы. Жаловались и жители частных секторов, сообщали, что из-за заметенной дороги они не могут выехать на работу. Между тем, по Прогдонсу в сегодняшний день только передышка перед следующей серией снегопадов. Тему продолжит Маргарита Трегубенко. Это улица Заречная в микрорайоне Урсала. Съемка сделана накануне. Автомобиль во время движения увяз в снегу. И, по всей видимости, чтобы не застрять совсем, водитель решил сменить маршрут. На многих улицах разъехаться было также проблематично. О затрудненном проезде в разных частях города жители жаловались в чате главы. Вот одно из обращений тоже из частного сектора. Добрый день. Микрорайон Урсала. Улица Знания. Как долго наша заявка будет в работе? А это жители Мактамы спрашивают, как им выбраться из снежного плена. Мактама, вы где? Как выезжать? Подскажите с такой улицы. А может, подскажете, как добираться до школы, до работы? Что за игнорирование вопросов? Наша съемочная группа проехала по адресам из чата главы и из обращений подписчиков телеграм-канала ЮВТ-24. Снегопад и сильный ветер стал причиной ДТП на трассах, а жителей частного сектора забаррикадировал в домах. Рае Мамаковой 81 год. Больше половины жизни она живет в Урсале. Убирает снег обычный зять, но когда он занят, женщина выходит сама. За зиму один раз всего чистили, а так сами все делаем. По колено было снегу. По колено. Еле-еле ворота открыли. Хозяйки этого дома 76. У женщины инвалидность. Снег обычно убирают внуки, но иногда маляка Апай сама выходит с лопатой. Тут у нас 9 домов. Нашу улицу трактор никогда не заезжает. Он объясняется это тем, что снег ему никуда девать. Ему никуда, а нам куда его девать? Домой занести топить что ли? Эту улицу чистили два раза в неделю, потому что туда мусор приезжает. А к нам вообще никогда не заезжает. Мы же такие же налоги платим, так же живем. А вот как сегодня выглядел микрорайон РТС. О нем писали в нашем телеграм-канале. Подписчица сообщила, что по дорогам невозможно проехать. Рафаил Сахапов живет на улице Сергея Лозо. Говорит, что техника к ним заезжает регулярно. Ну, дорога так более-менее есть около нас. Именно вот около нас. Я дальше туда глупо не знаю. Не могу сказать. А около нас мы так довольны. По информации сполкома, на протяжении всех снежных дней техника работала круглосуточно. Уборку усложнял непрекращающийся снегопад. Жителям напомнили, за дороги в городе отвечает Агуат. Но три квартала в Запорядком следят управляющие компании. Загородные шоссе на балансе Татнефтедора. В селах очистку организуют сельские сполкомы. Все признают, неочищенные участки еще остались. Нереально убрать все сразу. Дороги внутри населенных пунктов расчищаются согласно заключенным муниципальным контрактам. В связи с прошедшими обильными снегопадами, сопровождающимися сильным ветром и метелью, некоторые улицы в населенных пунктах пока не очищены. В связи с плотным залеганием снега высотой в полтора метра. В настоящее время помощь сельским поселениям по расчистке улиц оказывают нефтяники и дорожные службы. По прогнозам, после небольшой передышки на ближайшие три дня в республику снова вернутся метели. Синоптики предупреждают о возможных заносах. Жители просят быть осторожными на дорогах. Маргарита Трегубенко, Ильнур Залятов, Новости Юго-Востока. И кажется, погода действительно ухудшается. Сегодня Управление по гидромониторингу передало очередное штормовое предупреждение на пятницу, 19 января. Оно будет действовать часа ночи до позднего вечера, 21.00. Ожидается сильный ветер, местами до 25 метров в секунду. Метель с ухудшением видимости и гололед. В Ольмейцевском районе тем временем ввели план «Буран». Решение приняли на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Все службы работают в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить безопасность жителей. А горожан попросили на время непогоды отложить загородные поездки. И вот еще по теме. Сильный снегопад стал причиной приостановки движения на трассах республики. Водители больших грузов попали в затор из-за ограничения движения. Они были вынуждены прекратить маршрут и ждать несколько часов. В Ольмейцевске накануне организовали горячее питание и пункты обогрева для дальнобойщиков, попавших в снежную ловушку. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы одни? Да. Спасибо большое. Семьи дороги. Спасибо. 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 Погода внесла коррективы в маршруты водителей. Из-за сильного снегопада трассы были перекрыты, а водители больших грузов были вынуждены оставаться на месте до улучшения погодных условий. По распоряжению главы нам были совместным частью республики Торстана были развернуты пункты питания и обогрева. От кольца Гульшарипова до перемычки Челнинской трассы порядка 200 машин настояло. В данный момент дорога открыта, машины потихоньку разъезжаются. Водителям раздавали горячее питание. Набор включал в себя гречневую кашу с мясом, воду, пироги и хлеб. Их выдавали на каждого человека в салоне. Спасибо вам большое. Пожарно-спасательный гарнизон помимо горячего питания для водителей организовал пункт обогрева. Рядом дежурил экипаж медицинской помощи. Также прошу всех водителей и жителей Альмитиска, Альмитиска района на данное время приостановить движение, какие-то дальние поездки с несчетным погодным условиям. Водители простояли на дороге около 9 часов. После объявления в открытии трассы продолжили свой путь. Маргарита Трегубенко, Ильнур Залятов, Новости Юго-Востока. И сегодня утром сообщили, что на территории республики сняты ограничения для движения всех видов транспорта. Об этом сообщили в МЧС. На федеральной трассе М5 в Урал открыты 4 участка протяженностью 30 километров. В Бугульминском районе возобновили движение на трех участках общей длиной 7,5 километров. В Бавлинском районе тоже можно проехать по закрытому раннюю участку протяженностью 22 километра. Ограничение движения для всех видов транспорта было связано с плохой погодой. Теперь к другим темам. Православные христиане готовятся отмечать крещение Господне. В этот праздник верующие посетят храмы, наберут святой воды, а многие по традиции окунутся в прорубь. В Альметьевске купель оборудована на городском озере и в селе Ямаш. А вот где в Заинске можно окунуться в ледяную воду, расскажем в сюжете. До праздника крещения остается один день, а точнее несколько часов. Службы в храмах начинаются уже накануне в крещенский сочельник. Приверженцы традиции уже ночью спешат окунуться в прорубь. В этом году в Заинске в связи с плохими погодными условиями будет организовано всего одно санкционированное место. Это родник Святой Ключ. Сейчас здесь идут последние приготовления. Традиционно будут выставлены дежурные посты врачей, полиции, спасателей. Службы пройдут во всех храмах района. Горожан ждут в Свято-Троицком соборе. На кануне 18-го будет в Великой Повечере в 4 часа вечера, а уже 19-го непосредственно литургия и освящение воды. В храме можно набрать освященной воды, которая считается целебной. А тем, кто будет окунаться в источники, напоминают, что все-таки несмотря на красивые обряды крещения, главным для христианина остается молитва и покаяние. Само окунание прорубь от греха никак не освобождает. Мы так и грешными остаемся, поэтому избавление от греха возможно лишь в церкви, непосредственно когда есть священник на таинстве исповеди. Только так. Окунание лишь традиция, только традиция. Тем не менее, желающих окунуться будет много. Следует соблюдать все меры предосторожности. Синоптики обещают тепло. Днем будет 4 градуса мороза, но ветрено до 12 метров в секунду. Елена Маврина, Юлия Казамарова, Новости, Юг-Восток. И сегодня с утра велись подготовительные работы и возле одного из родников Бавлов. Все ли готово для крещенских купаний? Расскажем далее. Самыми первыми на место прибыли сотрудники пожарной части. Вот уже несколько лет они занимаются установкой палатки и расчищают снег. Как и позапрошлых годах, Иордань будет размещаться в северо-западной части города. Здесь находится родник и оборудовано подходящее место для купания. Недалеко от него размещают также удобную парковку для автомобилей. Крещенские купания пройдут в ночь с 18 на 19 января. С точки зрения церкви, обязательными элементами в крещении являются посещение богослужения в храме и участие в освящении воды. Купание не обязательно, но бавлинцы с удовольствием окунаются в прорубь. Родник освящается в день крещения. Соответственно, источник тоже становится священным любой в этот момент, в момент священия. Ну и, соответственно, есть такая традиция купаться на крещение. Если человек к этому вообще никак не подготовлен, то есть он никогда, ну не знаю, холодной водой не обливался, там душ не принимал холодный, вообще такой человек мерзлячий, лучше вообще так не рисковать. Не нужно надеяться на то, что вода святая и значит все будет в порядке. В предстоящем купании Майордань готовят особенно тщательно. Откачивают вторую воду, очищают лестницу от органики. Это полезно как для гигиены, так и для долгосохранности деревянных материалов, из которых изготовлена купель. Сейчас должны приехать с благоустройства люди, чистить купель будут. Я буду откачивать, а не чистить, полоскать будем. Очищение проруби – заключительная часть подготовки. Особенно важно хорошо помыть лестницу, после чего она перестанет скользить и станет безопасной для использования. Не менее важно установить возле купели дополнительное уличное освещение. Поэтому с утра на месте также работали электрики. Уличное освещение уже было заранее, здесь организовано на площадке дополнительное освещение внутри палатки и самой купели, чтобы было светло, удобно, также постели на коврике, чтобы людям не было скользко. По словам руководителя горисполкома, подготовка к купанию состоялась бы все равно, даже несмотря на погодные условия. Ведь окунание в прорубь – любимая традиция бавлинцев. Вечером здесь всегда много людей, поэтому в это время будут дежурить сотрудники МЧС, полиция и медики. А Игулька Драфикова была от Минязов. Новости Юго-Востока. О происшествиях в Альметьевске сбили 8-летнюю девочку. Наезд произошел накануне в 17 часов 15 минут на улице Ленина. 30-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris не пропустил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшую доставили в больницу, после осмотра ее отпустили домой. И тремя часами ранее на улице Шевченко сбили 12-летнего подростка. По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля Lada Kalina не предоставил преимущества пешеходу на зебре и совершил наезд, после чего сам отвез пострадавшего в Тропулт. Напомню, что новости могут быть всегда под рукой прямо на вашем смартфоне. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, добавляйте в закладки сайта almetiuskodefisru.ru. Это позволит всегда быть в курсе самого интересного события. Там освещаются оперативно, подписывайтесь. И вы также можете предложить тему для сюжета. Для этого нужно написать нам ватсап. На сегодня еще не все. Вернемся после короткого перерыва. И вот о чем расскажем далее. Собирал помощь для мобилизованных, а в результате присвоил деньги себе. Это материал очередного дела о коррупции. Преступление обвиняет муниципального служащего, что решит суд. Жители пожаловались на разрушающееся здание Дома культуры. Сход граждан в Лениногорском районе. Какие еще вопросы поднимали сугушлинцы? Под предлогом помощи мобилизованным присвоил крупную денежную сумму. Это материалы очередного дела о коррупции. На скамье подсудимых вновь альмейские чиновники и снова по обвинению в совершении коррупционных преступлений. На этот раз госслужащему обменяют вину три эпизода мошенничества с использованием служебного положения. По одному случаю превышение должностных полномочий и получение взятки. Мой коллега был на процессе. А также сообщил способ издачи денежных средств в 50 тысяч рублей в виде банковской транзации на личную банковскую карту. И это лишь краткое описание одного из трех эпизодов уголовного дела. Муниципальный служащий обвиняется в том, что под предлогом помощи мобилизованным альмейцевцам, как говорится в формулировке статьи, похитил денежные средства путем обмана, злоупотребив доверие. С этого начинается 159-я статья Уголовного кодекса. Мошенничество. Действуя из банковского повреждения, изъявил неправильное желание, оказал помощь без сбора денежных средств. Первые отправки в рамках частичной мобилизации прошли в Альмейцевске осенью 2022 года. Тогда руководство района решило обеспечить призванных всем необходимым. И, изручившись поддержкой в основном крупного бизнеса, военнослужащим начали выдавать скомпонованные тактические рюкзаки. После, по мере отправки все новых солдат в зону боевых действий, муниципалитет изменил форму помощи. Не считая регулярных поставок медикаментов, предметов гигиены и еды, альмейцевские предприятия и организации начали передавать на передовую и дорогостоящую электронику, средства связи и инструменты. Пожалуйста, в следующем случае вступление предусмотрено частью 3, статья 2, сделала правила КОРУССКИЙ Федерации. Не считая этого, в деле есть обвинения еще по двум статьям. 285-й злоупотребление должностными полномочиями и 290-й получение взятки. В общей сложности подсудимый нанес ущерб предпринимателям города 334 500 рублей. За время этого процесса участники смогли опросить явившихся свидетелей, но защита просила суд обеспечить явку тех, кто на заседании присутствовать не смог, а также потерпевших предпринимателей. Тимур Туманов, Новости Юго-Востока. В Лениногорском районе жители пожаловались на то, что их дом культуры разрушается. Речь о Юльтимировском ДК. Вопрос о том, что зданию необходим капремонт, подняли на сходе граждан. Обсудили также и другие проблемы. Марина Алтунина обо всем подробно. В состав Сугушлинского сельского поселения входят два населенных пункта. Это село Сугушла и Юлтимирово. Общая численность населения – 839 человек. За 2023 год в поселении проделана большая работа по благоустройству. Это техническое обслуживание, уличное освещение, вырубка старых аварийных деревьев, ямочный ремонт дорог, реставрация, град-кладбищ. Немалая заслуга тут и местных жителей. Для благоустройства сельского поселения они не жалеют ни сил, ни времени. Народ тоже откликнулся. Всем, конечно, очень огромное спасибо. Всё лето на это ушло. На горе мы надписи ежегодно обновляем с покраской. Если нужно, починим, починим. Родники и всё время ухаживаем. Кроме того, решена проблема, поднятая на предыдущем сходе – выделение машины для передвижения фельдшера. В ходе встречи глава поселения совместно с руководством района ответили на все интересующие вопросы жителей. Одной из важных тем, обсуждаемых на сходе, стала проблема с содержанием дорог. Нас это волнует. Дорога, которая… трасса. Где-то последние 7-8 лет, что ли, вся вода, которая с горы, с карьеры, на дорогу выходит и нам заходит во дворы. Кроме этого, жители сельского поселения волнуют состояние Дворца культуры в Ёлтемирово. Здание построено ещё в 2000 году. С этого времени в нём не проводилось даже косметического ремонта. Самая у нас проблема – это наш сельский дом культуры. Нам нужно… он уже просит капитальный ремонт. Это самая наша больная проблема. Здание рушится. Не дай бог упадёт кирпич кому-нибудь на голову. Данный вопрос требует неотлагательного решения. Все жалобы, замечания и предложения от населения были приняты руководством района к сведению. Такие встречи – отличная возможность для жителей узнать о важных вопросах, касающихся их повседневной жизни, и повлиять на будущее своего села. Марина Алтумина, Роман Богатов, Новости Юго-Востока. Шесть альмитинских школ отметили День детских изобретений. Учащиеся представили на суд педагогов и одноклассников своей разработки. Одни создавали паровой двигатель в миниатюре, а другие не просто изобрели, а уже внедрили свои инновации. О них подробно в сюжете. На такое привычное устройство, как школьный звонок, изобретатели смотрят по-своему. В чем он отличается от обычных школьных? Ну, до этого у нас звонок подавался путем нажатия на кнопку. Айдар Мухамедшин, десятиклассник школы-менеджер, решил, что теперь на кнопку человеку нажимать будет не нужно. Включать звук школьного звонка – будет программа. В такой небольшой коробочке эргономично уместилась вся система, которая работает на данный момент. У Айдарена написание программы и внедрение ее в прибор ушло 4 месяца. Ходит он третий год, начинал с простых языков программирования, переходя к более сложным. А эта система стала его первым воплощенным в жизнь изобретением. В принципе, система функционирует стабильно уже на протяжении месяца где-то, да? Да. И отставание в погрешности времени было около 5 секунд, что является как раз-таки заверенным продавцом плюс-минус 2 минуты за год. Сейчас в дополнительном образовании руководство страны в общем и Альметьевского района в частности решило сделать ставку на развитие творческой интеллектуальной отрасли. В прошлом году в городе успели появиться школа креативных индустрий и фабрика креативных процессов. Прежде эту образовательную нишу занимал Кванториум. Не первый год ведутся разговоры об увеличении кадрового потенциала района и дефиците квалифицированных кадров на предприятиях. Поэтому и упор в этих образовательных центрах делается на профессии, связанные с высокими технологиями. Трехмерный дизайн, робототехника, программирование, лазерная резка и 3D-печать. Больше полутора тысяч детей сейчас изучают эти перспективные направления. Чем мне нравится работа? Тем, что данное движение, оно позволяет каждому ребенку реализовать свои потребности, то есть свои идеи. А движение первых мимо перспективных кадров не проходит. И физикам, и лирикам найдется место. Технарям по призванию посвятили одно из 12 направлений. В 23-й школе свои изобретения вместе с Айратом представили его одноклассники-активисты движения. Так они отметили день детских изобретений, а заодно и сдали зачет по предмету индивидуальная проектная деятельность. В шести городских школах в этот день юные инженеры хвастались своими разработками. Тимур Туманов, Новости Юго-Востока. И о спорте в завершение. Второй домашний матч нефтяника состоялся во дворце спорта «Юбилейный». На этот раз альметьевцы принимали команду «Челны». В составе соперника выступали бывшие игроки альметьевского клуба. Вратарь Илья Голубев, нападающий Максим Проскорин, защитник Егор Зибзеев. Удалось ли им воспользоваться преимуществом? Смотрите в обзоре. С первых же минут команды взвинтили очень высокий темп. Немного спустя скорости поубавились, а в составе гостей пошли удаления. Первым же из них нефтяник воспользовался. Счет открыл Максим Быков. Проблемы с игровой дисциплиной продолжили преследовать гостей и дальше. Как итог, вторая шаба была заброшена хозяевами снова в большинстве. От синили не мощно бросил Никита Евсеев. На пятаке отскочившую шайбу добил Ислам Хасанов. Размочить счет «Челнам» удалось на 40-й минуте. Максим Проскурин забил гол. Все вопросы победителя были сняты в заключительном периоде. С передач Айдара Назбуддинова и Богдана Короткова третью шайбу забросил Андрей Шалгин. Вскоре дубль оформил Ислам Хасанов – 4-1. Именно эта шайба стала последней в матче. 19 января нефтяник примет на своем льду команду «Молот». Чулпан Масалова, Новости Юго-Востока. На сегодня у нас все. Если смотрите выпуск в интернете, делитесь в комментариях пожеланиями к выпуску, новостями. Это сделает нашу работу лучше. На этом я прощаюсь с вами. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова